Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Руда. Сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна Мастяева, педагог-инструктор по ментальной арифметике, и Андрей Фоменко, чемпион из чемпионов по ментальной арифметике. Молодой человек носит самый высокий титул в этом виде занятий. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Владимировна, первый вопрос, наверное, к вам. Что такое ментальная арифметика? Наверное, это понятие ещё не так, не успело так широко распространиться, и многие, наверное, не знают, что это такое. Ментальная арифметика – это вообще древняя система счёта на счётах. Но только счёты здесь такие специальные, ну, такие интересные. Они произошли где-то из Китая, из Японии. Вот они, всё это, методики всякие переплетались. И была создана определённая методика, которая была создана в Казахстане центром ИСМА. Она так и называется. Международная школа ментальной арифметики. Откуда мы приобрели эту франшизу. Вот ментальная арифметика, на самом деле, что это такое? То есть дети сначала считают на абакусе. Они сначала где-то, ну, месяц считают. После этого абакус убирается в сторону. Детки воображают его и делают вычисления на воображаемом абакусе. Это и есть ментальный счёт. То есть, получается, развивается и воображение, и какие-то арифметические знания. И логика. Да, то есть сначала мы воображаем правым полушариям головного мозга, и левым мы делаем подсчёты. То есть это работает всё вместе. Вот Андрей яркий пример, он только пойдёт в первый класс, но уже может складывать в уме трёхзначные числа. Правильно, Андрёш? Да. А ты можешь нам что-то сейчас продемонстрировать, что-то посчитать? Да. Слово педагога? Да, давайте я тогда как-нибудь пример ему продиктую. Да, давайте. Вот. 45 минус 15 плюс 69 минус 57. Ответ? 42. Молодец. 46 плюс 53 минус 70 минус 17. Ответ? 12. А вот Андрей пальчиками что-то делает. Андрюш, покажи, что это ты считаешь так пальцами? Да. Ну вот расскажи, пожалуйста, как это, что это вот? На этой руке однёрки, а на левой десятки. Так. И что ты с ними делаешь? Складываешь и вычитаешь? Да. Воображаемый кост. Он перебирает воображаемые косточки с помощью пальчиков. Как бы из того, что мы тренируемся на абакусе, мы считаем именно вот этими пальчиками. И затем, когда мы убираем абакус, у нас вот это остаётся, то, что мы воображаем его, и также перебираем воображаемые косточки. Из-за этого детки делают вот так пальчиками, как будто бы они дирижёры. Ну это, конечно, удивительно абсолютно. Андрей, скажи, а ты давно занимаешься вот ментальной арифметикой? С октября. То есть это меньше года? Да. Получается. И уже... А ты до этого считать умел? Ну не так. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну не так, наверное, да? Угу. Скажи, пожалуйста, ты в первый класс идёшь. Ты что в школе делать-то будешь? Не знаю. Если ты уже всё считать умеешь, уже такие числа можешь складывать. Скажи, а чем ты ещё заниматься любишь, кроме арифметики? Рисовать. То есть ты ещё и творческая личность, да? Читать. Угу. Скажи, вот у тебя сейчас звание самое высокое. Это чемпион из чемпионов. Где ты его получил? В Арахмиратах в Дубае. И что там, чемпионат какой-то проходил, да? Международная Олимпиада. И ты там вот среди своих сверстников показал самый лучший результат. Мы тебя поздравляем и желаем дальнейших успехов. Конечно, это сильно впечатляет на самом деле. Ирина Владимировна, вот расскажите, пожалуйста, как вы-то попали в эту ментальную арифметику? Я попала, ну как бы чисто случайно. Позвонила по объявлению, как бы требовался администратор в центре. Позвонила, стали разговаривать директор, спросила, Галина Николаевна, а чем вы вообще занимаетесь? Ну, я сказала, что там, я занимаюсь тем-то и тем-то, и она говорит, я бы хотела с вами встретиться, предложить такое интересное направление ментальная арифметика. Я с ней встретилась, поговорили, потом я посмотрела по интернету, что это такое есть. Меня это очень заинтересовало. Она сказала, будем заниматься? Я говорю, да, давайте попробуем. Ну вот, я думаю, не зря рискнули, и всё у нас получилось, идёт очень хорошо, я считаю. Скажите, вы говорите, занимаюсь тем-то и тем-то, чем? Вы педагог математики и информатики, правильно? Да, по образованию я учитель математики и информатики. Закончила в нашей РГУ имени Есенина физико-математический факультет. И там же я работаю на кафедре информатики, вычислительной техники, методики преподавания информатики. Ну вам, вот взрослому человеку, как было всё это осваивать? Тяжело? Да, тяжело. Я сначала казалась, что это невозможно, что это такой тяжёлый труд. Как же это реально? Но смотря на то, что дети это выполняют, думаю, ну, должно получиться. Сначала было очень тяжело перейти на ментальный счёт. Вот это представить у себя в уме эти счёты и производить вычисления. И потом, после того, что упорные вот эти тренировки, происходит этот щелчок волшебный, и ты всё представляешь и понимаешь, что это просто какое-то волшебство творится. Ну, то есть получается, что эта методика, она доступна не только детям, но и взрослым. Да, она доступна взрослым, только взрослым нужно поработать намногое побольше, чем ребёнку. Ну, для детей понятно, для чего это надо, да? Это развивает и воображение, и логику, и вообще, в принципе, как бы развивает. Концентрацию. Развивает вообще полностью головной мозг ребёнка. То есть ребёнок начинает быстро соображать, быстро принимать решения, креативность мышления. То есть более усидчивость даже развивает. Что это взрослым даст? В принципе, то же самое или какие-то другие всё-таки вещи? Я считаю, что, мне кажется, ты становишься сам по себе более собран. Вот то, что нам взрослым не хватает. Разложить всё по полочкам, потому что у нас очень много дел, и мы как бы начинаем метаться туда-сюда. А вот тут ты больше сконцентрирован, и как бы всё расписано у тебя. Вот мне кажется, это очень помогает во взрослой тоже жизни. И вообще понимать, что у самой работает головной мозг, что ты не просто так живёшь, проживая жизнь, а то, что ты как-то так ярко всё это интересно, что ты чем-то думаешь. Потому что мы как отучились в школе, в университете, либо в техникуме, ну и всё, да? И как бы мы начинаем рутинную работу. В принципе, у многих ничего нового мы из работы не принимаем. Как бы всё одно и то же. А здесь нет такой однотипности. Задания построены по-разному. Всё это вот такое чередование. Очень интересно. Ты понимаешь, что у тебя шевелятся мозги. Открылся целый мир практически, да, математически. Да, да, да. А задания откуда вы берёте? И как-то вы вообще сами развиваетесь? Или вот научились и всё? Постоянно учимся. Потому что это обучение не то, что ты там отучился, сдал экзамен и всё. Это очень череда постоянных экзаменов. Ты сдаёшь методику. То есть каждый урок, который ты рассказываешь детям, ты должен сначала его сдать определённым людям, которые это принимают. Да, это как экзаменаторы есть. Ты порассказываешь, как ты объяснишь эту тему, другую. Правильно ты подаёшь ребёнку. Вот. И потом также сдаёшь задание на абакусе. Должен уложиться в определённое время. То ты должен научиться скорость. У тебя должна быть на абакусе. Хотя, да, там, может быть, она покажется не нужна. Но если у тебя не будет скорости, ты не будешь замечать, как ребёнок делает ошибки. А ты должен отследить у каждого ребёнка определённые, какие есть недочёты в его работе. Ирина Владимировна, но если вот вместе с детьми захотят позаниматься и родители, вы как, в принципе, человек к математике близкий, как-то легко это всё и быстро освоили, а человек далёкий от математики и гуманитарии сможет ли всё это осуществить? Сможет, потому что не обязательно педагоги и инструктора по ментальной арифметике именно в связи с математическим образованием. Во многих других странах, даже у нас в России, у кого именно эта методика, просто обычные даже люди с непедагогическим образованием. Просто я считаю, что когда есть хотя бы педагогическое образование, это легче, потому что это же работа с детьми. Вот с какого возраста можно заниматься? Вообще говорят, что можно заниматься с 4 лет. Мне кажется, что где-то с 5-6, чтобы у ребёнка возник интерес, чтобы не родители его просто тащили, заставляли, а чтобы всё-таки произошёл интерес ребёнка. Вот Андрюша пришёл к нам, ему было 6 лет. И произошло то, что ему понравилось, работа с числами, это его заинтересовало. Произошла первая с начала Олимпиада здесь у нас, в Рязанское, городское. Андрюш тоже там занял место. Не помнишь, Андрюш, какой это? Чемпион. Чемпиона тоже. И потом, когда в марте предложили участвовать в международной Олимпиаде, это именно наши методики в Казахстане, то его родители согласились попробовать. И оказалось, что да, там он взял как раз титул чемпиона. И затем мы, конечно, полетели в Дубай, и там взяли самые высокие... То есть было стремление взять самый высокий кубок, самую высокую награду, и это произошло. Это, конечно, да, до сих пор всё это вспоминается, всё, как это происходило, все эти мурашки. Вот это просто, наверное, не передать. Вот это счастье, которое происходит, когда твой ребёнок берёт место. Потому что из России было с этим титулом 4 ребёнка. И 2 ребёнка – это наших рязанских. Это вот Фоменко Андрей и Коновалов Илья. Мои ученики. Наверное, вы волновались не меньше, чем родители, да? Да, я очень переживала за них. Прям не знаю, как будто бы... Я не знаю, мы там что-то такое... Всё, мы полетели на Луну, как будто мы в космосе. Мы знали, что мы должны что-то взять. Я была уверена, что мы теперь должны взять хорошие места. И я прям молилась, чтобы всё это произошло. Но это вот и произошло, да. Это было очень здорово. Это воспоминания, наверное, на всю жизнь. Андрюш, ну вот чемпионов ты титул взял. Расскажи, дальнейшие планы у тебя какие? Заниматься будешь дальше арифметикой? Да. С Ириной Владимировной будешь продолжать? Да. Скажи, ну а чем тебе вот так нравится вот эти... С числами работать? Чем тебя это так покорило? Это интересно. Так. В школе поможет. Считай лучше теперь. Ну вот уже ребёнок рассуждает логически. Уже про школу, правда? Да. Многие родители тоже говорят то, что... Большой плюс то, что дети сейчас из-за того, что много вот этих гаджетов, да, у детей, начинают переставать считать в уме. А мы же раньше вспоминаем, что раньше в основном всегда дети считали в уме. Это же большой очень плюс. Вот. А сейчас достали там телефон, открыли калькулятор и посчитали. Дети, которые уходят на ментальную арифметику, они теперь даже приходят иногда и гордятся. Говорят, вот я в школе, все пока считали, а я уже всё быстренько посчитала, записала ответ. То есть такие более самоуверенные становятся. Сначала они стеснялись, потому что немногие могут убрать ручки. Вот Андрюша уже так хорошо приналовчился, что он прям уже особо не видно, что он перебирает пальчиками. А многим всё равно, надо ещё всё это пальчики поставить и сделать. И многие стеснялись. В школе начинали ручки под парты. Но потом, когда учителя как бы говорили, что занимаются ментальной арифметикой, многие учителя даже поддержали, сказали, ничего страшного, считайте, как вы умеете. Самое главное, что вы считаете в уме. То есть даже поддерживают учителя. Покажите, пожалуйста, нашим телезрителям, вот так разверните, как вообще этот абакус работает. Вот. Его смысл. Счёт начинается с центральной спицы. Центральная спица отмечена вот точечкой. На этой спице расположены единицы. То есть нижняя косточка, одна у перекладинки, это один. Две косточки нижней у перекладинки, два, три, да, по аналогии, и четыре. Всё понятно. Но верхняя косточка, она особенно косточка, если она у перекладинки, это пять. Это надо запомнить. Если вот так, это будет пять, шесть, это шесть. И дальше поехали. Пять, шесть, семь. Это семь, да, понятно. Восемь. И все косточки, перекладинки, девять. Следующая спица, это с десятками. То есть, например, мы когда с вами записываем число одиннадцать, мы как пишем? Один, один. Вот если мы так же поставим на абакусе, это будет одиннадцать. Да? Если мы вот так поставим, будет тридцать один. То есть, нашему мозгу очень легко и вообще представить, что это такое, да, например. Сорок два. Понятно, да? Ну, в общем, да, привычно. То есть, это всё привычно, всё понятно. Но здесь есть определённые трудности. Вы заметили, что на одной спице, значит, от одного до девяти единиц, да, например. Смотри, если мы с вами выставляем восемь плюс два, мы не можем с вами сделать. Здесь только одна внизу косточка. Как же это сделать? А сделать это просто. Это значит минус восемь плюс десять. Это уже сложнее. То есть, здесь уже есть определённые логические ходы. Как, если циферка попала в какую-то ситуацию, как из неё можно выйти? И есть разные ситуации. И тут уже вот ребёнок должен думать уже головой. Какую здесь формулу применить? Как вот здесь сделать так, чтобы эта циферка прибавилась или отнялась? Ну, то есть, всё равно какие-то формулы, комбинации есть определённые. Да, да, да. Ребёнок их выучивает. Выучивает и логически начинает применять. И то есть, сделано так, что каждый новый урок у детей – это новая тема, которую ребёнок потом дома отрабатывает. Это отрабатывают они на компьютерах. Каждый день есть уже разработанные задания по пятнадцать минут в день. И вот из того, что это ежедневные тренировки, по пятнадцать минут нарабатывается вот этот вот весь материал, что ребёнку начинается легко работать. Андрей, может быть, ты нам ещё что-то посчитаешь? Только ты нам держи ручки повыше, чтобы мы видели, как ты пальчиками считаешь. Хорошо? Ну, давай. 80 плюс 17 минус 56 плюс 53. Ответ? 94. Молодец. Следующий пример. 72 плюс 15 минус 32 плюс 21. 76. Молодец. Ирина Владимировна, Андрей, должны я с вами попрощаться сегодня. Спасибо большое за то, что пришли к нам, уделили время, рассказали, так интересно посчитали для нас. До свидания. Спасибо. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова